друзья мои добрый день вы знаете что тема вот как мы только что говорили с нашим гостем перед эфиром тема 1 это война и мы сегодня будем говорить очень важным очень интересным и безусловно человек у нас сегодня в гостях олег жданов будем говорить о том что происходит и так и начну с того что чего стоит знаете вообще самая острая почему-то тема для обсуждения это чтобы до 9 мая почему-то все считают что путин должен как-то ну грубо говоря начудить что-то сделать то ли мобилизация всеобщая то ли не дай бог какой-нибудь там ядерный удар то ли еще что то что действительно ли для него это так сакрально сейчас и действительно что-то готовит как вы думаете думаю что да думаю что готовит и действительно это для него сакрально 9 мая кстати часть общества российского ждет о том что он объявит о заканчании специальной военной операции в украине они надеются что к 9 мая там все уже уладится и будет большая победа вот поэтому они что-то готовят а просто так выйти выйти и ничего не сказать а тем более ну я не думаю что они решатся испортить так сильно праздники объявить всеобщей мобилизации это может вызвать абсолютно обратную реакцию это может вызвать взрыв в социуме вам у них по мобилизации на мой взгляд от есть запасной вариант они тянут к мобилизации вот эти областя приграниченные с украиной потихоньку наращивая там уровень террористической угрозы принципе даже уже пишут средства массовой информации что ожидается введение красного уровня это будет один шаг до военного положения до всеобщей мобилизации поэтому я думаю что они что-то а прям в этой самой не брянской белгородской на 60 дней уже объявил нет он не объявил военное положение они объявили чрезвычайно они объявили чрезвычайно но чрезвычайное положение она в основном относится не столько к войне сколько как правило но вводится когда техногенные катастрофы природные катаклизмы вот такое вот вот поэтому это более более такое будем говорить гражданская что ли у него направленность чем военная вот поэтому они им надо что-то что-то преподать вот сегодня мы допустим они даже сократили количество техники наши почти на 60 там с лишним единиц отдельных видов техники вообще не будет на параде то есть уже проблемой как бы парад не такой пышный они никого не приглашают в этот раз даже там самых ближайших своих друзей там не членов о дкб вроде даже лукашенко не получил поздравления поэтому все ожидают что не поругались казахстаном поругались молдавия с казахстаном они поругались со всеми понимаете у них сейчас почему со всеми у них сейчас самые большие друзья грузии грузия даже рассматривает вопросы поставок в россию санкционных товаров через грузию так что у них не все не со всеми есть еще есть еще друзья вот это самое но и поэтому все в ожидании вот застыли что же может еще выкинуть российская федерация к 9 к 9 мая я думаю что ожидать мы конечно можем но скорее всего они постараются наверное уйти заболтать эти все события особенно специальную военную операцию и скажут что все идет все идет по плану почему потому что мы мы кардинально ломаем планы каждый раз и вот даже сейчас последний этот инцидент но думаю что можно уже почти утверждать что действительно это был герасимов начальник генерального штаба вооруженных сил россии в районе изюма и действительно он попал под наш огневой налет почему потому что уже даже да и действительно был ранен потому что в российских пабликах уже даже появились подробности что ранение осколочное ранение в ногу кости перелома нет вот и он срочно от был обратно в москву так что так что я думаю что они не успели скорее или даже если они скорректировали те ход операции на донбассе то он остался не успел разойтись по войскам и остался сгорел вместе с этим командным пунктом которых который мы накрыли вместе с теми офицерами которые его планировали или составляли поэтому вот ожидание конечно томительное но мы ждем но я думаю что они постараются это дело как-то заболтать и не особо акцентировать на этом внимание кстати про друзей и врагов путинской администрации сам путин очень остро реагирует на любые проявления недружественности от тех кто как он считает ему должны ну например там от казахстана который отказался не только отказался чтобы они обходили санкции через них как сейчас собираются через грузию ну и казахстан там осудил их за они осудили за войну и конечно они в беженстве там все эти пропагандисты верещат мы видели как киасаян отреагировал на то что казахстан отказался парад проводить демонстративно они еще и поедали еще отказались я это их страшно это самое как будет с май сам как будет молдаве что ждет потому что мы знаем что молдаве практически армии если честно в общем то нет ну да если серьезно если серьезно подходить к этому вопросу то я бы я бы может быть даже предположил что российская группировка точнее группа войска там маленькая в приднестровье наверное сильнее сегодня молдавская поэтому у них очень большие проблемы с безопасностью очень и россия постоянно по ну продолжает педалировать вот эту тему раскачки ситуации ну я думаю что молдову не бросят просто так и молдове помогут в случае попытки ну и опять же я надеюсь что россия не пойдет на очередную авантюру в плане при применении силы против самой молдовы на сегодняшний день ну когда тоже должна должна жизнь научить что не все берется на русский авось уже сколько раз они наступали на эти грабли и еще в очередной раз думаю не будут тем более что видите они планируют переброску войск без без переброски войск и усиление этой группировки там вообще ну как бы очень сложно что-либо спланировать или что за у них нет да у них нечего во первых туда нечего перебрасывать это раз десантные войска практически сегодня она укомплектовывается в основном срочниками потому что контрактников мы уже всех здесь почти перебили вот это раз второе как вопрос главный вопрос как есть две страны румыния и украина через которые можно попасть молдову молдова анклав между украиной и румынии вот румыния понятно страна нато вряд ли они туда сунуться тем более уже американские войска на молдавской границе американцы выполняет как бы я так понимаю свои обязанности согласно устава нато и тут же чтобы румыния даже не нервничал они перебросили свои войска на границу ну а мы мы де-факто в состоянии войны поэтому ни воздушное пространство не тем более сухо сухопутный коридор мы никому предоставлять не собираемся вот и видите они еще в таком они еще в таком положении патовом практически потому что любой выстрел с их стороны в нашу сторону для нас это сигнал к тому что мы можем применить силу для решения приднестровского вопроса а мы можем его решить у нас есть сегодня силы и средства для его решения поэтому я думаю что тут россия может ограничивать ограничиться только на террористическими актами раскачиванием ситуации и пытаться убедить нас что они вот-вот откроют второй фронт чтобы мы начали перебрасывать войска вот это думаю максимум который мы можем увидеть в молодом молдове на сегодняшний день донбасское направление давайте час мариуполя на рано начнем что сейчас там началась все-таки небольшая группа заложников начали выводить я только что разговаривала с мэром мариуполя он говорит мне что позавчера вы вывели 20 человек ну короче всего 100 и вчера 80 человек вывели вот выводят женщин детей еще есть кого водить еще много людей осталось но процесс пошел идет он очень мучительно а вот ваши прогнозы выпустят ли они всех потому что вот он говорит это удивительно но а те кто там находится просто ненавидят украину имеется ввиду вот эти российские войска просто вот как вы думаете олег откуда такая ненависть ну да даже они к нам пришли нас убивают но при этом почему-то ненавидят на за что почему и а это пропаганда наталья это пропаганда вот так работает пропагандистская машина а они во всех своих бедах в том что они живут в так плохо они винят нас пропаганда поставила что вот из-за украины мы такие бедные а вот если бы украина была с нами и то мы бы вышли богато и счастливо вот именно пропаганда такое воспитать вы еще не забывайте что в мариуполе ту вот на пипа периметру завода азовсталь не осталось регулярных частей там там кстати самые можно сказать идеологические подкованные части это так называемые кадыровцы она на самом деле это же бойцы росгвардии вот и а росгвардия мы знаем это полицейская организация у нее а у нее пропагандистская сторона намного сильнее чем вооруженных силах и и и ополченцы которых пригнали с донецка и луганска вот а они тем более будут ненавидеть потому что потому что их загнали силой и под страхом оружия применение против них оружие они вы они вынуждены воевать вынуждены гибнуть поэтому так но что касается самой ситуации скажу так для нас это огромный плюс в том что сейчас когда работает там миссия он не ведут обстрелы и бомбардировки завода азовсталь для наших военных это огромная передышка и это затягивание времени то что процесс идет медленно нам играет на руку пока там представители он они не будут вести активных боевых действий во всяком случае в районе в районе не но это это было тут тут даже сказали некоторые российские средства массовой информации что это было личный ответ путину путина очень не любит когда ему тыкают пальцем и а в генсек высказал там три серьезных вещи он не поверил не поверил сказал что это не спецоперация война он сказал что российская армия совершает военные преступления и там третье тоже он практически он практически он обвинил в этом путин он сказал ему это в лицо и поэтому путин я думаю вот такую ответку специально ему и подготовил но уже там пойти наперекор в самом мариуполе раз уже туда машину он приехали то тут я думаю что они не рискнут в это самое делать помните как на донбассе да когда мы добились от обсе усиление миссии что они сделали они взяли и и причем миссию наполнили тогда экспаты то есть офицеры из европы они из бывших республик советского союза и они сделали тогда два один подрыв и 1 1 обстрел автомобиля даже ранили одного офицера правда он оказался россиянином но тем не менее и обсе быстро уехал оттуда но здесь миссия оон здесь от генерального секретаря оон и поэтому я думаю что это дает нашим огромную передышку и мы действительно можем но военных мне кажется они не выпустят даже даже раненых почему потому что я так думаю что военные российские военные особенно особенно высшее руководство боится повторить историю с алеппо ведь они фактически в алеппо они проиграли почему потому что они разрушили город полностью и из города ушли и защитники и мирные граждане потому что не жить в руинах не защищать эти руины не было никого смысла и российская армия вошла в пустой алеппо брошенный они его не взяли они просто туда вошли в пустой город и а здесь я так понимаю они хотят символ символ победы что либо наши должны выйти с белым флагом либо они на руинах этого завода втыкают свой флаг и говорят ура мы победили вот такой возможности тем более к 9 мая мы точно уже не дадим но это вот та причина по которой они скорее всего не выпустят военных смотрите олег мы очень много обсуждали а вот в обществе да в украинском обществе много обсуждалось в мире роль оон и критиковали он потому что до сих пор они не исключили россии с членом некоторые говорят что они вообще не являются членами оона просто как правонаступники то есть тоже вопрос мог ли они быть правонаступниками не важно вот сегодня когда они увидели они увидели когда вошли в мариуполь что представляет из себя город более того он это же сейчас гетто оттуда никого не пускают не выпускают фактически мне вот мэр говорит что для того чтобы уехали отдельные люди которые очень просятся уехать по 32 часа допроса какой-то их сотрудник ехал 32 часа его опрашивают выезжал оттуда из то есть они практически приводили город в гетто после этого если шанс что он все-таки поднимет вопрос об исключении россии думаю что нет там там во первых сейчас на в он назревает огромнейший скандал дело в том что как выяснилось что есть секретные протоколы по переоформлению права наследие российской федерации и бывших бывших и украины как представить единственной представительницы и секретариат он отказывается снимать гриф секретности опубликовать эти протоколы мы еще не знаем оказывается мы не знали все эти 30 лет мы не знали в каком мы статусе находимся может мы находимся в статусе субъекта на субъекта это самое советского союза еще если как россии как переоформлен этот наш статус и российской федерации вот что и теперь тогда становится понятно почему да это протоколы подписаны он и подписывал и подписывали при кравчуке эти протоколы понимаете это сразу после развала было переоформление и в каком мы статусе находим может погиб может поэтому он и не поднимает вопрос что там сейчас окажется под документом он что у нас внутренний конфликт что мы субъекты одного одного юрлица понимаете там очень 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 непонятно секретным а как это статус страны может быть секретом вот секретариат отказывается секретариат он отказывается опубликовать эти протоколы ссылаясь на то что они секретные и украина не может добиться своего протокола мы не можем посмотреть даже свой протокол в каком мы статусе вообще являемся членами ооо извините ради бога мою неосведомленность я об этом впервые слышу а где это публикация об этом где-то есть да есть публикация в зарубежной прессе было о том что мы мы потребовали рассекретить эти протоколы чтобы определиться со статусом почему он так не не может реагировать на наши на наше вот положение не с четырнадцатого года практически он же да они там резолюцию приняли но одну только там одну по по крыму несколько резолюций было и это это генеральная ассамблея это не совет безопасности и было было по минским договоренностям но а там они их не утвердили как они как россия там растрезвонила на весь мир они просто одобрили они сказали да это хороший документ вот но они его не утвердили как допустим документ то есть он не подписалась под минскими договоренности вот и вот теперь сейчас стоит вопрос статуса украины в организации объединенных наций и статуса россии в организации объединенных наций вот когда мы это узнаем когда эти протоколы будут рассекретены нам многие так понимаю вещи станут понятны возвращаясь к вопросу донбасса что вы скажете про то про сегодняшнюю ситуацию да как на южном направлении когда донбасском направлении и ну немножко да немножко вперед запишем какие у вас прогноз ну смотрите в принципе самая сложная ситуация это конечно же в зоне операции объединенных сил конечно же это и изюм направление от изюма вот там самые самые сложные и самые тяжелые бои сегодня идут почему потому что фактически они видимо герасимов то и приезжал не зря они хотели скорректировать планы чтобы хотя бы как-то улучшить свою ситуацию ну возможно даже к тому же 9 мая а может быть вообще по по ходу этой наступательной операции потому что ну ее на сегодняшний день де-факто с точки зрения военной нельзя назвать даже наступательной потому что мы не можем оценить темп наступления его нет наши вооруженные силы не дают им практически наступать не продвигаются до небольшие продвижения есть это за счет нашей маневренной обороны вот поэтому таких вот успех успехов как бы нету но бои очень тяжелые они пытаются всеми силами я так понимаю что они будут там пытаться наступать до последнего российского солдата и будут гнать личный состав в бой пока бы будут будет такая возможность скорее всего я так понимаю что им нужно будет перегруппировка и оперативная пауза где-то ну я думаю что дней через 45 это точно то есть 9 мая они фактически могут выдохнуться они могут закончиться именно именно закончится в качестве войск вот и тогда нужно будет оперативная пауза перегруппировка ну для нас это будет тоже перегруппировка но мы в принципе не дадим им расслабиться и продолжим огневое поражение чем больше мы перемолим тем легче нам будет потом переходить в контрнаступление и обратите внимание что они здесь они главный удар они стараются максимум усилий тут приложить а на всех остальных направлениях вот тоже за запорожское направление криворожское направление ну единственное на харьковском они там поспокойней и и на потому что мы их там поджимаем и в районе херсона мы их поджимаем вот но они на на кривой рок все равно пытаются наступать они ведут наступательные действия там нету наступательной операции как таковой но наступательные действия они проводят для того чтобы мы не могли маневрировать силами и средствами чтобы не мы не могли перебрасывать с одного направления на другое наши войска вот поэтому поэтому такое напряжение сейчас практически на всех направлениях но главное еще раз повторюсь удар это все-таки донецк специалисты говорят что для того чтобы мы им типа построить этот полноценный коридор им нужен николаево одессы что на сегодняшний момент вообще нереально потому что вы имеете ввиду коридор какой приднестровье которые они хотят построить коридор южный вплоть до приднестровья они же об этом все время говорят но это мизинцев я думаю что это отвлекающий маневр это больше политическая заявление чем военная потому что ну реально с группировки нету там глубина больше 500 около 500 километров и это оперативный масштаб это надо вводить туда серьезную группировку для того чтобы добиться ее нету оперативных резервов нету и мне кажется это была попытка генерального штаба отвлечь внимание путина от донбасса и предложить что давайте мы еще вот до приднестровья дойдем заодно молдову возьмем и как бы выполним вот трех зайцев убьем и здесь на донбассе повоюем и туда дойдем но насколько насколько источник информации сообщает что путин не повелся на это отвлекающий маневр он сказал что приоритеты не меняется то есть донецкая луганская область остается в приоритете а там куда хотите туда потом и идите в приднестровье на одессу там и так далее вот он именно свои и поэтому скорее всего герасимов и помчался в изюм для того чтобы разобраться на месте с обстановкой попытаться как-то скорректировать планы ну скорректировал попал под наш огневой налет это это очень здорово это кстати для генерального штаба это это будет сумасшедшая деморализация высшего офицерского состава приедет на начальник генерального штаба и с клюкой придется на работу ну да согласна я не знаю читали вы интервью это вчерашнее вернее расшифровку потому что итальянский телеканал медиапроекторе как он называется сейчас скажу медиасет опубликовал интервью с показал интервью с лавровым где он очень много разногольствовал о целях и задачах таких военных действий россии войны в россии и сказал что ну там опять звучало это американцы канадцы сыграли ведущую роль ну короче сделали виноваты кроме россии да все виноваты кроме россии вот как вы считаете вот это публичное не знаю вы смотрите в это интервью читали нет я я я видел обзор этого интервью на само интервью не смотрел в принципе мне было обзора достаточно ключевой момент я я понял состоит в том что лавров очень сильно жаловался на санкции видимо для них это очень важно и я так наблюдаю что лавров вообще уходит в тень и пытается дистанцироваться от путина и это проявилось знаете когда на мой взгляд это проявилось когда его не пустили на заседание он и ему был отказан к он дипломат он глава дипломатического ведомства ему было отказано в поездке на заседание оон не просто на территорию сша а у него семья там проживает и видимо он почувствовал что он может не увидеть ближайшие несколько лет а может быть и больше не внучек не дочек не не все не всех кто проживает а в штатах не вся семья все 12 человек его семейство проживает там и если его не пустили как министра иностранных дел россии то как гражданина лаврова его тем более не пустят да могут легко санкционировать а как вы думаете кстати о санкциях вот а почему запад не хочет санкционировать алину кабаеву вот говорят что они там не хотят злить путина и так далее что он находится не в адекватном состоянии а также говорят что он на нейролептиках находится постоянно вот почему ведь понятно что очень много мучиться на ней тоже записано так же как и на некоторых его там этих близких друзьях он же там распорошил это все по миру ну да у него все яйца разложены в разные корзины это этом это мы уже понимаем ну не знаю тут почему некоторые говорят что запад вроде как оставляет ее на закуску как на десерт что ли вот так вот когда если если с путиным будет тяжело справляться то тогда может быть ее и зацепят зацепят санкции она живет не в москве нет но последняя информация была что она живет в швейцарии сейчас а вот и даже и даже и там же пытались жители швейцарии поднять у них же там вот эта демократия электронная не хотели петицию швейцарскому правительству чтобы ее выдворили с территории швейцарии но не знаю чем она увенчалась она успехом или нет эта петиция но но вот таким образом и засветили ее место пребывания что она сейчас находится в швейцарии но и так я думаю я тоже так думаю смотрите вопрос же еще санкции он запад если видите сам запад особенно не торопится и санкции вводятся очень медленно и постепенно почему потому что западу очень важно особенно соединенным штатам очень важно сохранить россию в целостности они боятся потерять образ врага и боятся развала российской федерации потому что сколько будет субъектом никто не знает может образоваться там по самый самый такой пессимистичный прогноз по моему 39 субъектов я читал что может образоваться в результате развала россии а теперь поделите ядерный арсенал россии на эти 39 субъектов у кого сколько каких ядерных боезарядов окажется это вообще никто не может предугадать этого вообще не поэтому всегда и говорили что распад россию это процесс желанный но чем как и но практически на сегодняшний день запад будет вот штаты будут делать все чтобы россия не распалась и поэтому такие медленные санкции постепенно контролировать будет но дело в том что тогда кстати сейчас очень интересная будет ситуация в европе после после избрания макрона на второй срок у макрона сейчас развязаны руки он самый свободный политик в европе почему потому что третьего срока уже не будет конституция франции не позволяет и он может вести абсолютно самостоятельную политику давайте вспомним не в недавнем прошлом на чем пытался сыграть эммануэль макрон он пытался притворить в жизни принципе оформленную документально создание сил безопасности в европе и две армии никто кормить не будет а это в пику нато и вот для для соединенных штатов api плюс сюда смотрите масло я думаю что он продолжит эту идею это даст ему возможность выйти в лидеры и задвинуть шольца как можно дальше и в евросоюзе порулить ними стать главным ролевым вели в масло в огонь подливает великобритания тем что на начинает продвигать и до идеи регионального союза принципе за этим я так думаю будущее глобальные структуры потихоньку будет отходить на задний план и исчезать вот а для соединенных штатов это фактически потеря контроля над европой если европа скажет yankee go home то есть нам на то больше не надо тут восточной европе может организоваться региональный союз на основе польши и украины балтийско-черноморский и европы европейский союз может сформировать свою свои вооруженные силы для собственно бюджет а больше украины британия может быть такое да может быть ну вот я про это и говорю на основе да конечно же британия и кстати турция ось москва а ось лондон анкара сегодня просматривается невооруженным глазом и британская корона делает все чтобы две империи практически в унисон я думаю вот готовы создание и тогда образ врага для нато это россия единственный шанс соединенных штатов сохранив россию они будут говорить что только нато вас может защитить от россии хотя мы фактически нашими руками с одной стороны они нам помогают а с другой стороны мы копаем могилу нато нанося военный разгром российской федерации мы показываем что и без нато можно оказывается справиться с россией сейчас мы продолжим эту тему просто чтобы не забыть хочу обратить ваше внимание но по поводу местожительства как кабаевой что швейцария это по моему единственная сторона в мире которая полностью стопроцентно оборудована бомбоубежищем от ядерной атаки там 60 какого-то года 62-го и 64-го это обязательно условия когда строят новое помещение она обязательно быть бомбоубежищем именно вот которая от ядерной атаки защищала поэтому я не настаиваю на том что это играл какую-то роль при выборе местожительства но это такой интересная такая деталь финляндия и а вступление в нато финляндия тратит решение вступление нато на следующей неделе уже как мы знаем да об этом сообщают все сми а швеция по моему тоже собирается это делать вот как это будет не будем говорить о будущей архитектуре безопасности мира потому что сейчас но нет достаточно информации о том что будет как будет ну незакончена война а вот на этом этапе как это будет путина возбуждать вообще на самом деле уже не хотел иметь части нато ракеты нато под своими границами но финляндия это граница россии да и кстати и кстати это самая большая на западных рубежах этой самой россии самая большая граница и она будет теперь натовская и действительно и и придется собирать какую-то военную группировку на это сам на кольском полуострове для того чтобы противостоять опять же что может противопоставить сегодня россия то есть то чем он хотел избежать на границах украины получил на границах финляндии только потому что начал войну потому что мы же помним что еще полгода назад финляндия сказала не собирается да финны заявляли ну я вам скажу так что финны принципе это самодостаточная страна и я напомню что тогда они сказали что да мы не собираемся но как бы тут же невзначай купили по моему по моему после норвежцев у них вторая по величине партия f-35 новейших новейших самолетов вот много целевых много они много целевые и на сегодняшний день я так понимаю в россии нету средств его которые могли бы видеть не то чтобы бороться с этими самолетами а просто их увидеть ну вот но тем не менее и кстати шведы там еще сомневались у них это были колебания они на июнь хотели отложить голосование по по вступлению нато и буквально инцидент по моему позавчера российский самолет разведчик зашел в воздушное пространство дании и швеции фактически подстегнул принятие решений я думаю что швеция проголосует практически параллельно с финнами а эти две страны экономические и политические принципе во всех отношениях я думаю они даже не будут получать план подготовки членства скорее всего их примут по ускоренной процедуре как черногорию тем более что они соответствуют практически всем канонам которые выдвигает на так своим будущим членам ну да говорят что формально это будет видео не месяц и но уже сейчас они публично сказали что они гарантируют зонтик ядерной безопасности просто гарантируют ну да на то на так как только они подадут заявку естественно на то будет гарантировать им уже будет гарантировать им коллективно коллективную безопасность в как кандидатов в члены нато а оформят не и скорее всего это на осеннем саммите нато который должен в этой осенью пройти то что обостряется отношения это видно и потому что финляндия расстроена договор с атомом по строительству аэс раньше же россияне там строить а несколько ничего не хотим ничего не надо так кстати финны первыми первыми стену построили на границе пока пока мы там судили редели с нашей стеной они уже построили и у них сейчас к насколько я знаю колючая проволока стена из колючей проволоки но они же планируют реальность стену стоит ну нет но там я не думаю что монолит на бетону смотрите вот этот проект стена который у нас допустим не состоялся это проект для ну как бы нормальных стран в том числе и в европе приняты на границах ведь ведь сама граница она же не предназначена для обороны она предназначена для того чтобы сделать невозможным незаконное пересечение только в определенных местах с определенной процедурой пропуска поэтому вот такой вариант границы норвежцы первыми построили и за ними сразу же начали строить финну но у норвежцев там маленький кусочек границы с россией на самом севере а финны стали тянуть вот этот надолпров и и сетку с колючей проволокой да они стали оборудовать просто раньше эта граница была номинально в том плане что там же условия местности такие что даже ксп не проведешь и она была в основном патрулируем методом пограничные столбы и метод патрулирования то теперь финны и когда особенно когда они закрыли этот самый сначала они закрыли железнодорожное движение а потом финны закрыли и пункты пропуска то есть пешие пункты пропуска вот они сейчас этот этот проект стена вот у них реально работает на защиту от незаконного пересечения границ спрашиваю вас можем ли мы с вашей точки зрения сможем ли мы в ближайшее время после 9 мая перейти в контрнаступление вот тоже вопрос который обсуждают многие думаю да думаю да но скорее всего это будет не раньше лета объясню почему потому что нам придется сейчас очень много учиться перед мы фактически ну правда война является всегда являлась самым лучшим временем для модернизации армии потому что она она очень четко разделяет что работает что показывает точнее что работает что не работает и перевооружить вот в частности я считаю что это масштабное перевооружение которое в принципе вот видите мы восемь лет не могли принять решение переходить на калибры нато не переходить переходить на на западное вооружение не переходить война расставила точки на 2 раз и все по своим местам оказалось что без западного вооружения мы проблему безопасности никогда не решим и вот последний разговор главкома с главой начальника комитета в штабов американским где генерал залужный подтвердил что да мы полностью переходим на западные образцы вооружений вот это вопрос но теперь надо научиться понимаете я вам скажу что ну вот я сам же служил и артиллерист я скажу что наша артиллерия она очень проста и в работе и она не требует больших умственных там решения больших умственных задач навык и там умение минимальное допустим минимальный счет для командира орудия а сегодня любая самоходка западная прицепная артиллерия так и остается а западная самоходка это фактически отдельный огневой комплекс который может выполнять самостоятельно задачи командир орудия должен уметь управлять этим комплексом вот по в этом плане поэтому это требует времени во первых поставка в полном в полном объеме для укомплектования счетей да но судя потому что президент сказал что мы уже начали получать то она уже идет и и обучение личного состава это займет время поэтому я считаю что вот к лету да мы можем говорить с вами о контрнаступать но это не значит что мы остановимся в плат в том плане что мы прекратим там какие-то активные боевые нет мы будем стараться максимально чем мы больше сейчас перемолим лето уже через месяц уже скоро ну правильно это уже да лето уже скоро и поверьте растягивать никто не будет потому что нельзя сбивать боевых действий иначе это может поэтому уйти в окопную войну и мы тут засядем опять надолго в этот раз я думаю что все должно очень много сюда вкладывается денег нашими партнерами и я думаю что они захотят как можно быстрее начать отбивать эти эти затраты а то что они не оставят себя в минусе это сто процентов украине же не нужна долгая война потому что война то это всегда человеческие жертвы это извините дорого очень это и это самое главное что это истощает экономику как бы мы не не хотели но это факт это оснащает экономику падает уровень жизни в стране поэтому думаю что мы заказали будем растягивать но как-то все расстраиваются потому что не хотелось бы чтобы это было надолго ну вот самый такой думаю неплохой прогноз можно сослаться на бориса джонсона который сказал что до двадцать третьего не знаю почему многие говорят там до конца двадцать третьего хотя в тексте было написано до двадцать третьего да вот он сказал что это война может затянуться тут будем надеяться что так она и будет да спасибо большое олег огромное спасибо будем надеяться что так и будет